Доброе утро! В студии Кирилл Гусев и в ближайшие пять минут поговорим о главных новостях Алтайского края. Из чего состоит финансовая подушка безопасности? Что делать, если выплата по микрозайму просрочена? Ответы на эти и многие другие актуальные вопросы искали участники викторины «Финансовая лестница», которая прошла в Барнауле благодаря проекту Минфина России и государственной программе Алтайского края по повышению финансовой грамотности населения. Подробности далее. Принять участие в викторине «Финансовая лестница» может любой желающий. Главное – сделать первый шаг, вернее, бросок кубика. А потом ответить на вопрос ведущих, короля и королевы финансового мира. Например, что такое срочный банковский вклад и какие риски с ним связаны? Если забыли, есть повод освежить знания. Срочные вклады размещаются на определенный срок, заранее оговоренный в договоре. В основном преобладают депозиты на 3, 6, 9 и 12 месяцев с эффективной ставкой на уровне 4-10% годовых. Чтобы получить причитающиеся проценты в полном размере, нельзя досрочно закрывать вклад. Некоторые кредитные организации вообще лишают клиента начисленных процентов за досрочное закрытие депозита. Поэтому все моменты лучше узнать заранее и прочитать договор внимательнее. Я думаю, что эта игра является актуальной, потому что в процессе игры обсуждаются, всплывают термины, которые необходимы для финансовой грамотности населения. Очень грамотные вопросы. В первую очередь оценивают финансовую грамотность. Конечно, на многие вопросы нам приходилось задумываться, но все-таки вот ответили. Очень познавательно. Я считаю, это прекрасный проект, который придуман Министерством финансов. Алтайский край участвует. Это здорово, потому что, насколько мы видим в средствах массовой информации, постоянно появляется информация о том, как люди попадают в жесточайшие условия, взяв какие-то микрозаймы, и потом выплачивая сумасшедшие совершенно суммы. Поэтому финансовая грамотность, финансовое образование, особенно для людей пожилых, особенно в провинции, это очень важно и актуально на сегодняшний день. Так, от вопроса к вопросу участники викторины поднимаются по финансовой лестнице, необходимым в современном мире знанием. А это значит, меньше обманутых мошенниками жителей нашего края, больше сохраненных от необдуманных шагов денег, выше уровень жизни. А если у вас остались еще вопросы, ответы вы сможете найти на сайтах финграмота22.рф и вашефинансы.рф. Владимир Токмаков, Роман Хайрулин. Новости. Выходные. Самое время сделать хороший поступок. Фестиваль благотворительности «Добрые волшебники» пройдет в Барнауле в эту субботу. Гости праздника смогут не только помочь тем, кто нуждается в поддержке, но и весело провести время. В программе фестиваля мастер-классы, музыкальные выступления и розыгрыш призов. Каждый желающий сможет спеть в караоке и сыграть в большие шахматы. Фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха «Центральный». Начало в 10 часов. Театр танцы «Иван да Мария» покоряет Южную Корею. Танцоры участвуют в международном фестивале детского творчества. В Южной Корее собрались коллективы из разных стран. Артисты представляют традиционные и современные песни и танцы. Отмечу, коллектив из нашего региона принимает участие в таком масштабном фестивале уже в третий раз. В прошлом году покорили за границу артисты школы-студия Лариса. Кенгуренок, который появился на свет в Барнаульском зоопарке в мае, высунулся из сумки матери. Малыш пока не очень активный, как рассказывают зоологи, но очень любопытный. Сотрудники зоопарка пока не могут определить его пол. Малыш постоянно находится в сумке матери. Много спит и питается материнским молоком. Так что имя ему пока что не дали. Родители заботливо оберегают детеныша от окружающих. Конечно, иногда мы можем наблюдать либо лапки, либо ушки этого животного. Но в целом, по утрам, особенно когда мало людей, и мать чувствует себя спокойно, он вылезает, маленький детеныш, и нюхает песок, травинки, то есть разные фрукты, овощи, что мы им даем. То есть уже интересуется, что же предстоит ему кушать в будущем. Чемпионат Сибири по парапланиризму пройдет в Смоленском районе. Соревнования состоятся в селе Солоновка на горе Толстуха. Парапланиристы будут соревноваться в полетах на скорость и расстояние. Участвовать в соревнованиях смогут спортсмены старше 16 лет. В командном зачете победитель определится по наибольшей общей сумме очков. Отмечу, каждый год на чемпионат в Солоновку съезжаются 50 парапланиристов из Новосибирска, Кемерово, Томска и Республики Алтай. Соревнования пройдут с 28 июля по 4 августа. На этом у меня все. Еще больше новостей вы сможете найти на сайте нашего телеканала katun24.ru. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова